Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях господин Мурат Сададинов, политолог, правозащитник из Азербайджана. Здравствуйте, господин Сададинов. Добрый вечер, Михаил. Приветствую вас и ваших телезрителей. Ну что ж, господин Сададинов, я при случае поздравляю вас с наступившим Новым годом. Я рад, что мы с вами познакомились в прошлом году. Начали записывать наши передачи. Зрителям они нравятся. Я надеюсь, что мы в этом году также успешно будем продолжать наше такое дистанционное взаимодействие. Спасибо за приятные слова. Мне тоже очень приятно, что я с вами познакомился и имею доступ к телеаудитории вашего интернет-канала. Тоже мне приятно, что с вашим зрителем интересно мое мнение. Я буду стараться в будущем тоже в какой-то мере продолжать вот эту дискуссию во благо украинского народа. Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно напишите в комментариях, как звук, нравится ли вам эфиры с микрофоном. Вы видите, я наконец-то выбрал микрофон и наконец-то совсем уже студийная обстановка в эфирах YouTube-канала Daily Europe Online. Кстати, напоминаю, вы можете помочь донатам развития YouTube-канала, PayPal, Patreon, другие средства. Ссылочки в описании вы найдете, как это сделать. Ну что ж, господин Саддинов, давайте с вами пройдемся по актуальной повестке. Это, конечно, российские обстрелы украинских территорий, украинских областей, которые мы наблюдали за последние несколько дней. До этого мы видели то, что происходило в Белгородской области и в Харьковской области. Ну, собственно, достаточно горячее, горячее начало года. Как бы вы оценили произошедшее и можем ли мы говорить о том, что стороны окончательно сошли с мирного трека и остается только воевать? К сожалению, последние события, новогодние события, вот эти массовые, массированные обстрелы беспилотниками и ракетами, в том числе и баллистическими ракетами городов Украины, в результате которого страдают именно мирные жители, и в таком объеме, в таком количестве происходящие эти события говорят о том, что уже стандарты соблюдения норм ведения войны, принятые в соответствии с мировыми комбинциями, абсолютно не соблюдаются с противной стороны. И это ведет, конечно же, к дальнейшему обострению ситуации и отдалению от, как вы сказали, процессов мирного разрешения украино-российского конфликта. Поэтому эти события, я все-таки однозначно считаю, что не служат делу мира, хотя я предполагаю, что противная сторона старается этими действиями заставить украинское правительство пойти на определенные уступки, пойти на определенные договоренности. Видимо, скрытно есть какие-то месседжи, какие-то идут переговоры. Я думаю, что эти переговоры шли постоянно, они иногда повышаются по уровню подключенных туда соответствующих лиц, иногда уровень их падает, но я вас не вижу, просто вы слышите меня? Да, отлично. Я думаю, что вот эти действия направлены именно для того, чтобы заставить украинское правительство и украинский народ пойти на определенные уступки, договоренности. Я думаю, договоренность заключается в чем? Они озвучивают, правда, не официально, но озвучиваются. Я думаю, что российская сторона хочет закрепиться на территориях, которые она оккупировала, и найти решение какого-то соглашения между Украиной, возможно, временного, скорее всего, для накопления ресурсов для решения дальнейших других задач. С другой стороны, я вижу заявление украинской стороны, руководство Украины, которое не намерено идти никак на какие уступки, и будет продолжать свою борьбу за освобождение своих законных территорий и обеспечение суверенитета Украины на всей территории страны, которая признана всеми странами в составе Организации Объединенных Наций. Конечно же, мы видим, что украинская система противовоздушной обороны за последний период очень усовершенствована. Я бы даже сказал бы, сегодня, когда мы читаем информацию о том, сколько сбито свет руковых ракет, кинжал и так далее, это говорит о том, что на сегодняшний день система противовоздушной обороны... Господин Сададинов, да, господин Сададинов, вот смотрите. Безусловно, противовоздушная оборона, против системы противовоздушной обороны Украины, она значительно была усовершенствована, равно как и совершенствуется система нападения, которая осуществляет государство-агрессор Россия по отношению к Украине. То есть мы понимаем, что война, любая война между сторонами, это постоянная гонка о вооружении, технологии, подходах в военном деле. Стороны не стоят на месте. Единственное «но» в этой всей истории, это то, что война проходит на территории Украины. Безусловно, долетает до Белгородской области, что-то долетает до Курской области, но в общем и целом война идёт на территории Украины. Соответственно, начало года – это начало новых визий, стратегий, вообще понимания того, что нас ждёт в будущем. Потому что для Украины это не просто зрительская трибуна, где сидят зрители, смотрят матч и наблюдают с интересом за тем, что происходит. Для Украины это трагедия, для Украины это упущенные возможности, для Украины это время, просто поколение людей, просто упущенное зря. В закрытых границах, в депрессивной экономике, в условиях ощущения вот этого давления, постоянных тревог, летающих шахедов и так далее. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вот президент Зеленский в своих интервью называет Владимира Путина животным. Но в украинской политической риторике Путина по-разному называли. И хуйлом, извините за такое непарламентское выражение, и путлером по-разному называли. Вопрос только в том, насколько это решает проблему Украины. Так вот, как решить главную проблему Украины? И вообще, какие, на ваш взгляд, сейчас должны были быть реальные цели у Украины? Возвращение к границе 1991 года. Может быть, еще что-то. Кстати, западные эксперты считают, что Украине стоит отказаться от единого национального марафона, поскольку там говорят о возвращении к границе 1991 года, что сейчас достаточно проблематично в условиях войны, о чем, кстати, заявлял генерал Залужный. Соответственно, какие реальные цели для Украины сейчас в условиях войны с Россией, пометуя о том, что эта война, она должна побыстрее закончиться, чтобы люди выдохнули, чтобы экономика выдохнула, и действительно украинцы не разъезжались? Значит, я вам так скажу. Я буду смотреть на ситуацию не исходя из сегодняшнего дня, а в целом историческом процессе. Значит, то, с чем столкнулась Украина, агрессия, с которой столкнулась Украина, этот вопрос глобальный для вашей страны. То есть, сегодняшнее, вот то, что вы сказали, сегодняшнее давление, депрессия, тяжелая ситуация, война, бомбежки, я это все понимаю, Азербайджан прошел через это. Но вы находитесь на историческом переломном моменте. Сейчас решается судьба вашей страны, судьба вашего народа на многие поколения вперед. И в будущее, ваши будущие поколения будут совсем по-другому оценивать ситуацию. Они не будут говорить, что вот, было тяжело, украинское правительство пошло на договоренность, и все. Они будут исходить из того, что вот тот период, вы не выдержали это давление, и страна потеряла, ну, допустим, свои территории, суверенитет и так далее. Поэтому я вас понимаю, очень тяжело, трудно. Вы воюете со страной, которая намного сильнее вас, и по человеческим ресурсам, по финансовым, по военным и так далее. Но уже никуда не подеваться. Такая ситуация. Сегодня, я считаю, главная задача, которая стоит перед украинским народом, украинским правительством, выдержать вот это давление. Вот последние удары, я все-таки считаю, что они в стратегическом плане не принесут ничего полезного для российской стороны. В первую очередь, это дает вам основания оказывать давление на западные страны, чтобы они усилили поддержку и финансовую, и военную. Господин Саддинов, да, я прошу прощения, но здесь сразу возникает два вопроса. Первое. Готов ли Запад, хочет ли Запад наращивать поддержку Украины? Мы знаем о том, что санкционная политика Запада, она, по сути, провалилась, и Россия с помощью теневых схем экспортирует свои энергоносители, нефть, минуя вот этот ценовой потолок, который был одним из вопросов санкционной политики ЕС из Соединенных Штатов Америки. Это первое. Второе. Ну, да, безусловно, это очень важно победить российских оккупантов. Но возникает, например, воображение Грузии и политику, которая проводит грузинская мечта. То есть мы можем осуждать грузинскую мечту. Некоторые считают, что она копипастит даже государство-агрессор, но, например, руководитель партии «Грузинская мечта» Иванишвили и Грибашвили, премьер-министр, они постоянно говорят о том, что им удалось удержать Грузию от большой войны с Россией, даже несмотря на то, что, по сути, Россия оккупировала часть их территории. Так, собственно, где правильная стратегия, на ваш взгляд? Вот в виде применить на Грузии тоже можно так сказать, что, значит, тут грузинская мечта не удержала ситуацию? Я бы не сравнивал бы Грузию с Украиной, потому что совсем разные здесь потенциалы и возможности. Украина намного сильная, мощная страна. И доказательством своих слов я скажу, что вот именно благодаря своим возможностям первые месяцы войны, когда российские войска вошли на ваш территорию, когда у вас не было поддержки Запада, а тот же самый Запад вам предлагал и вашему руководству эвакуироваться и так далее. Но благодаря своим возможностям вы смогли сохранить столицу, вы сохраните государство на сегодняшний день. То есть вот такого потенциала, такого силы у Грузии нет. И поэтому говорить, что Грузия понимает соответствующее решение, да, они понимают решение, исходя из своих возможностей. Сегодня, если я не ошибаюсь, российские войска находятся на расстоянии 40-50 километров от столицы Тбилиси. Поэтому там другая ситуация. Если взять Украину, я бы не подходил бы пессимистично сегодня к ситуации в Украине. Хотя вот я слышу массовую информацию в различных заявлениях. Вы, могу сказать, некоторые цифры, допустим, вы освободили 50% территории, которые были оккупированы. Вы смогли открыть путь для зернового коридора сегодня. Российские военные корабли в Черном море, они практически ушли с территории близких к Украине. Даже с Крымских портов. То есть очень много чего даст заслуг, которые есть у украинской стороны. Да, вам трудно, конечно же, вам трудно. Что касается помощи Запада, понимаете как? Запад относится, исходя из своих интересов, из своих отношений с Россией. Мы видели вначале, они совсем не собирались, они даже вас уговаривали сдаваться, идти на переговоры и так далее. Но потом, когда вы видели ваши действия, и когда вы смогли изменить общественное мнение в мировое, которое вот заставило их лидеров вынимать соответствующие решения, вы получили определенную поддержку. Я думаю, что и в дальнейшем вы будете ее получать. Да, сегодня идут определенные, допустим, если взять США, внутриполитические переговоры, эти дрязги там. Я не думаю, что это связано именно отношением США к поддержке Украины. Это внутренние предвыборные между республиканцами и демократами. Поддержка у вас будет, потому что это стратегический интересов Запада и США. Это однозначно. Но вот сейчас просто у вас трудно переломный период такой, вам нужно выдержать. Вот и все. Господин Сыдадинов, нет ничего более постоянного, чем временное. Я думаю, что вы это хорошо знаете. И, по-моему, опыт Азербайджана как раз доказывает, что есть проблемы, которые решаются годами, десятилетиями. Да, можно, конечно, предъявлять претензии к руководству Азербайджана конца 80-х, начала 90-х годов, что оно проиграло войну Армении, что оно не удержало Карабах, что оно допустило оккупацию Карабаха. Но это вопрос давно минувшей истории. По факту, когда Гейдар Алиев пришел к власти, он понимал, что по одежке протягивают ножки, а под одежкой я понимаю и экономическое состояние, и военно-политическое состояние, и окружающие страны Азербайджана и прочее, прочее. И понадобилось долгих 30 лет, чтобы решить этот вопрос, проблему, которую, в принципе, можно было избежать как таковую. Я почему об этом говорю? Может быть, вы понимаете, здесь же очень важна прямая и очень точная коммуникация в постановке задач для общества, чтобы общество эти задачи понимало, принимало и было таким же активным, как в начале войны. То есть, что я имею в виду? Может быть, стоит ставить вопрос так, что да, мы выйдем к границам 91-го года, но, возможно, не сразу, возможно, это дело не одного поколения, а сейчас у нас задачи вот такие-то, да, то есть и дальше перечень задач, как было в случае с Азербайджаном. Ну, разве не так? Так, значит, я понял ту дилемму, которую вы говорите на сегодняшний день. Продолжать активные боевые действия или же их на определенный момент заморозить, если я правильно понимаю ваш вопрос, и за этот период наращивать свои возможности эти вопросы. Но имейте в виду, что противная сторона тоже истощается, и ей тоже нужно время, чтобы наращивать свой военный потенциал. Это тоже важный фактор. Это первое. Второе. Я все-таки считаю, такого рода стратегические вопросы, решение стратегических вопросов, наверное, более, значит, понятно будет вынимать руководство Украины, потому что она обладает всеми возможными информационными ресурсами. То есть мы не обладаем сегодня возможностями дать оценки, насколько будет, допустим, поддержка Соединенных Штатов Америки с современным вооружением Украины в ближайшее время, которое может оказать существенную поддержку войскам на фронте, или же экономическая поддержка. Мы ее не знаем. Исходя из этого, руководство Украины может принять это решение. Что касается Азербайджана, я вам скажу, да, прежнее правительство, еще правительство Народного фронта, я как раз работал в составе этого правительства, Министерства обороны, я видел, насколько грубейшие ошибки допускались. Это я все заметил. После того, как вышел Гидар Алиев, но он тоже не сразу заморозил этот конфликт. У нас шла война, и мы смогли удержать наступление. Там был очень ключевой момент, когда армянские вооруженные силы, поддерживающие извне, атаковали так называемые в 1994 году Тер-Тернские и Багдинские районы. Эти районы имели очень важное стратегическое значение. А именно, если бы армяне захватили бы их, они перекрыли бы дорогу, через которую в будущее мы собираемся поставлять свою нефть через Грузию на мировые рынки. Это было ключевым стратегически важным фактором. Если бы они это перекрыли бы, то вот весь этот потенциал, который мы нарастили благодаря своим экономическим возможностям и трансформировали его потом конкретно для освобождения Карабаха, мы не смогли его получить. И Гидар Алиев военным путем решил это. Именно очень было трудно. Там друзья, которые командовали, мои друзья, они мне рассказывали, прям до последнего момента мы бились и смогли сломать эту ситуацию. Лишь после того, как эта ситуация сломанная была, противная сторона согласилась на перемирие, которое мы подписали в 1994 году. То есть мы решили вот этот важный стратегический момент. До этого мы не могли идти на перемирие, потому что это закрывало все будущее нашей страны. Господин Сададинов, я прошу прощения, вот вы только что сказали, что был ключевой момент этой войны и принципиальный момент, от которого Азербайджан не мог отойти. То есть было понятно, что Азербайджан в целом не согласен с оккупацией своей территории, что Азербайджан их вернет. Но при этом была та точка, которая была точка невозврата. Если бы Азербайджан упустил этот коридор, были бы большие проблемы. Это то, о чем я говорю. Так может быть, стоит говорить так, что вот есть, условно говоря, для Украины некие точки, которые точно необходимо сейчас сохранить под контролем Украины, либо добиться их освобождения, так, и дальше наращивать экономику, наращивать потенциал, ждать, пока в России сменится власть и придет более трезвый политик без того бэкграунда отношений с Украиной, который есть у Путина. И когда наступит время, пусть даже через 5-10 лет, тогда либо дипломатическим путем, либо военным деоккупировать оставшиеся наши территории. Так, то есть это вопрос «cost and benefits», то, что в английском языке называется. Вот, ну, по-моему, тут параллели очевидны. Ну, возможно, это один из вариантов. Опять-таки, я здесь, сидя в Баку и не зная общую ситуацию в Украине и не имея контактов с украинской представительностью общественности, руководством страны и обладая информацией намного меньше, чем даже вы, и в том числе и руководство Украины, мне трудно советовать. Опять-таки, я возвращаюсь к своему мнению, это должно принимать решение руководства, политическое руководство, у вас есть парламент, и вы должны сами решать, я говорю, Украина открытая страна, эти вопросы можно вынести на всенародное обсуждение и так далее. Поэтому мне трудно советовать. Но, я понимаю, мой подход такой, что мы на своем примере увидели, что любые уступки, определенные, как мы совершаем, в конечном итоге со стороны вражеской стороны воспринимаются как наши слабости. Это вот важный фактор. И поэтому последние события, которые у нас были в Карабахе после 44-дневной войны, потом мы опять вынуждены были еще раз применить мероприятия провести антитеррористические и так далее. Поэтому силовой фактор, к сожалению, все-таки играет роль. Но, ваше мнение, может быть, в вашем варианте есть зерно рациональности, возможно. Но это может только оценить история, наверное, насколько, какие варианты были верны. Да, но, опять же, вы знаете, я постоянно обращаюсь к истории Азербайджана. Наверное, очень символично, что я стал интересоваться Азербайджаном именно в этом году, потому что, ну, я нахожу очень много параллелей. И, кстати, не только я, очень многие находят много параллелей с Азербайджаном. Так вот, можно по-разному относиться к президенту Алиеву, но президент Алиев его впору охарактеризовать как такого великого дозировщика. Ну, я не пою осаны президенту Алиеву, но просто я говорю объективно. Для меня есть два показательных момента. Первое. Во время 44-дневной войны, когда Азербайджан мог не просто деоккупировать свою территорию, ну, уничтожить НКР, вот эту Карабахскую непризнанную республику, так, со Степанакертом. Алиев это не сделал, потому что он понимал, что в тот момент будет столкновение с Россией, столкновение с Ираном, будет разрушен баланс сил, который выстраивает Азербайджан, и Азербайджан еще прождал два года, чтобы уличить момент и закончить фактически начатое 44-дневной войной. Но это же требует определенной выдержки. Дальше на ура-патриотизме, который появился в Баку, а я чувствую этот ура-патриотизм, можно было, например, в отместку ударить по Армении, так, и учитывая потенциал азербайджанской армии, можно было бы нанести Армении поражение. Но Алиев тоже этого не сделал, потому что понимал, что это опять же разрушит то равновесие, которое есть в регионе, ухудшит отношения с Ираном, с Россией, и даже, может быть, с Турцией. Таким образом, Алиев остановился. Так вот, я об этом и говорю, что вот есть в политике такое понятие, как чутье, и вот политическое чутье должно тебе подсказывать, где остановиться и как двигаться к цели, при этом сохраняя равновесие, так, то есть, опять же, соотнося свои возможности, свой потенциал и ту цель, которую ты перед собой ставишь. По поводу нашего президента я вам скажу, что это очень дальновидный и мудрый государственный деятель. На протяжении последних 20 лет, когда он был власти, он целенаправленно, скурплезно готовил Азербайджан к освобождению своих земель. Это не касалось только создания военно-промышленного комплекса и создания современной армии. Да, это ключевой важный фактор, но не решающий, потому что есть много еще других важных факторов, которые влияют на нас. Азербайджан небольшая страна, вы знаете, у нас северный сосед Россия, на юге Иран, международное сообщество. Кстати, в отличие от Украины, нынешнее международное сообщество выступало против нас и выкручивало нам руки, несмотря на то, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции в 1993 году с требованием немедленного освобождения территории Карабаха армянскими вооруженными силами. То есть мы проводили законные мероприятия в рамках Устава ООН и выполняли резолюции Совета Безопасности. Но у нас не было той поддержки. И наш президент параллельно выстраивал со всеми отношениями и с теми странами, которые выступали против этой деятельности, и с теми странами, которые нейтральны, которые нас поддерживали. И он смог создать вот эту внешнеполитическую оболочку, которая бы позволила бы нам решить этот вопрос. Вы сказали, что мы остановились. это признак того, что, я опять-таки говорю, он очень дальновидный и мудрый человек. Он понимал, что, пойдя дальше, нас могут обвинить в многих других и так далее, ненужных вещах, которые бы помешали бы нам решить законные права наши. И мы остановились, да, мы дали возможность, сепаратистам дали времени сложить оружие, выбезти войска, но этого не происходило. И параллельно мы постоянно вели эту пропаганду. Конечно же, сравнивать нашего президента многими другими очень будет трудно так сказать, потому что президент Ильхам Алиев очень опытный, очень дальновидный, он учитывает все нюансы. Чтобы понять это, достаточно послушать его интервью многочисленное интервью, которое он давал международным системам массовой информации в ходе 44-х дневной войны. Он непосредственно управляя вооруженными силами в качестве главнокомандующего, параллельно ведя переговоры с многими государствами, он еще вел вот эту большую, я вам сказал, огромную работу в средствах массовой информации против так называемого антипиара, который против нас делался. Поэтому тот опыт, выдержка, вы правильно очень заметили, для политиков, особенно для государственного деятеля, выдержка очень важный фактор. Да, пожалуйста. Господин Саддинов, спасибо вам большое за это интервью. Я для зрителей напомню, что с нами был сегодня Мурат Саддинов, который является очень опытным и правозащитником в Азербайджане, и специалистом в области международных отношений. Спасибо большое, господин Саддинов, за это интервью. Я уже долгое время не работаю в качестве правозащитника, уже больше 10 лет. Я больше сейчас занимаюсь в качестве политического обозревателя, выступая по телевидению и по YouTube-каналу. Сейчас я больше специализируюсь на этом. Спасибо большое. Я тоже хочу поблагодарить ваших телезрителей в вашем лице и пожелать им в новом 2024 году быстрейшей победы и восстановления мирного неба. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, вы можете также помогать, поддерживать донатами YouTube-канал. Спасибо большое. До новых встреч.